Здравствуйте, уважаемые друзья! У меня тут на днях зашел разговор о забавных историях, которые были в моей жизни в канадской. И, собственно, мы много смеялись по этому поводу. Я решил продублировать некие эпизоды, некоторые эпизоды из моей жизни. И, собственно, что у меня было смешного и интересного, особенно в начале моей канадской жизни. Ну, собственно, хочу начать со своего знакомства с общественным транспортом в Канаде. У меня было две смешных истории по этому поводу. Первая смешная история – это то, что я не знал, что водители здесь не разменивают деньги, а требуют, чтобы пассажир засунул в аппарат специальный, который стоит на входе в автобус, ровную сумму денег. И поэтому первая моя смешная и грустная история заключается в том, что сумма проезда в Монреальском автобусе была 3 доллара. Я протягиваю, прождав автобус минут 15 или 20, там, где я жил, он ходил раз в полчаса в среднем. Я протягиваю водителю автобуса 5 долларов, думая, что он их либо зачтет, либо даст мне сдачу. На что мне водитель автобус сказал, что, извините, мне нужна сумма полная, я говорю, что у меня других денег нет. Он говорит, ну, тогда я не могу вас, собственно, везти, вы не можете платить за свой проезд. Собственно, это первая грустная история, связанная с общественным транспортом здесь. И первое впечатление, первый знаком с общественным транспортом. И вторая, собственно, история, это то, что я первое время не мог понять логику, как мне говорить, что мне нужно остановиться на какой-то остановке в автобусе. Дело в том, что автобусы ходят по расписанию, они придерживаются определенного графика. И если ты заранее не информируешь водителя о том, что ты хочешь остановиться на следующей остановке, он просто проезжает мимо. То есть здесь остановки по требованию. И для того, чтобы это сделать, необходимо дернуть за желтый шнур, который висит вдоль автобуса внутри. И я не мог понять, во-первых, мне говорили про желтый шнур, я не мог понять, какой именно желтый шнур. А во-вторых, я не мог понять, за какое время, соответственно, надо это делать. И первые несколько раз я промахивался с остановками по этому поводу. До тех пор, пока я не понял, что вот прошла предыдущая остановка, да, и перед следующей остановкой ты должен нажать там буквально там за минуту, за две до того, как автобус должен подъезжать к этой остановке, что тем самым ты информируешь, что водитель должен остановиться для того, чтобы тебя выпустить. Соответственно, если ты нажимаешь по ошибке, или ты передумываешь, то ты должен крикнуть водителю автобуса, что типа, я по ошибке, едем дальше, останавливаться не надо. Это что касается общественного транспорта. А, еще забыл сказать по поводу общественного транспорта, то, что очень трогательно, то, что меня очень поразило в самом начале моей канадской жизни здесь, это то, как водители автобусов реагировали на подъезжающие коляски инвалидов. То есть здесь автобусы, если к ним подъезжает инвалид на коляске, водители там включают пневмосистему, автобус опускается, наклоняется для того, чтобы уровень автобуса четко совпадал с уровнем тротуара, да, с уровень пандуса, скажем так, с которого коляски инвалиды совершенно спокойно контачат, и человек может спокойно совершенно заехать и сесть в автобус. При этом в автобусе предусмотрено место именно для колясок. Далее. Прошу прощения, тут звонок, сейчас я его вырублю. Далее. Следующий момент тоже связанный с автобусами. Но уже не мои впечатления от автобусов, а впечатления от, скажем, реакции водителей автобусов на те ситуации, когда водители автомобилей нарушают какие-то правила. Это было буквально через, наверное, месяца два, после того, как я приехал в Канаду. Последние несколько лет перед тем, как я приехал в Канаду, я жил в Москве, и тем более для меня это было шокирующим. Вечером, возвращаясь, автобус поворачивает на узкую улицу, и нос к носу сталкивается, точнее, не сталкивается, как бы, а подъезжает к Порше Каену, такому, новороченному, последнему. И в чем проблема? Проблема в том, что вот существует стоп-линия, как вы видите, да, ты за нее не должен заезжать. А если мы берем узенькие улицы, то стоп-линии, они, как бы, отдалены от перекрестка примерно на 5 метров в глубину. Для чего это необходимо? Как раз для того, чтобы длинные морды, как бы, автобусов, совершенно спокойно вписывались в поворот. И если машина легковая, или, там, неважно, какая машина, она будет за этой стоп-линией, она будет близко-близко к перекрестку, то тогда автобус просто не впишется в поворот и не сможет, как бы, совершить свой маневр. И что меня поразило? Меня поразило, что, упершись носом в этот навороченный Порше Каен, автобус начал махать руками, сквозь зубы, там, материться и говорить, типа, какого фига ты вообще выкатилась женщине-водителю. Женщина-водитель начала сдавать назад, при этом всячески видно было, что она кается, она виновата, она признает свое глупое поведение, что она так больше не будет. Ну, то есть, меня поразила вот реакция, что я привел к тому, что в Москве, у кого машина дороже, то, собственно, и прав, и остальные должны стиснуть зубы и терпеть, да, молчать. Здесь ситуация меня поразила именно подходом, что кто прав, тот и прав. А кто не прав, он понимает, что он не прав, и все делает для того, чтобы исправить ситуацию без наезда, без какого-то там, не знаю, неподобающего поведения, хамского поведения. Он просто исправляет ситуацию, независимо от того, какой стоимость у него машины. И извиняется за то, что он сделал, за то, что он был неправ. Это вот момент, который мне очень запомнился, очень понравился, и я, собственно, запомнил его. Это был яркий такой эпизод моих первых месяцев жизни здесь. Другие моменты касаются как раз уровня безопасности, скажем. Меня поражает до сих пор, ну, сейчас уже в меньшей степени, а вначале меня очень поражало то, что студенты уходили по своим делам в туалеты, там, не знаю, куда-то выходили. Они оставляют на столах, в библиотеках, на университетской автобусной остановке свои ноутбуки, сумки там и так далее. И они как-то без задней мысли совершенно делают. То есть я так понимаю, что у них не возникает мысль, что вот они могут уйти, оставить эти вещи, вернуться, и потом эти свои вещи не найти. То есть вот до такой степени у людей есть ощущение безопасности, и честности окружающих. То есть я не говорю о том, что здесь нет воров. Есть их полно, особенно в даунтауне, где куча всяких там бездомных, там, асоциальных элементов. Но вот что касается нормальных, спокойных районов, что касается университета, что касается небольших городов, вот здесь практически криминал, как бы вороватые люди, они практически отсутствуют. Или их, скажем, ничтожно мало по сравнению с тем, что есть в наших странах исхода. Что еще из веселых историй? Меня поразило мое знакомство с... Первое знакомство с касой самообслуживания, когда я увидел, что люди сами себе пробивают, подходят к терминалу, сами себе пробивают продукты, сами, честно, все оплачивают. При этом там не стоит над душой сотрудник магазина, чтобы проверить, что ты правильно сделал, как бы что ты не обманул, не пробил через раз. Вот этот момент меня тоже поразил, мне тоже он понравился. И это тоже как бы к вопросу о честности, уровне безопасности, доверии там и так далее. И, кстати, если вы хотите посмотреть, у меня одно из первых видео было посвящено как раз канадским супермаркетам и кассе самообслуживания. И вы можете посмотреть, кто не видел это видео, о том, как, собственно, выглядит оплата через кассу самообслуживания. Так, и, наверное, последнее, что я хотел сказать, это такой приятный такой момент, он тоже связанный с жизнью студентов. Когда в группе есть новорожденный, то новорожденный обычно одевает такой колпачочек себе бумажный на голову, значочек, что у него день рождения. И когда в классе люди видят, что у них есть в классе такой новорожденный, то в начале занятия преподаватели говорят о том, что у нас в классе есть именинник, давайте все поздравим. И, соответственно, люди поют либо happy birthday, либо bona fide. bona fide. Или кубекский bona fide. И это реально мило. Люди могут быть там мало знакомые, незнакомые, но они все искренне, радостно это поют, поздравляют. И это трогательно. Это просто трогательно. Ну вот мои, собственно, веселые, интересные наблюдения, связанные с жизнью в Канаде. Надеюсь, вас это тоже порадовало, позабавило. Желаю вам хорошего дня, всего хорошего и до свидания.